С нового года на 2 рубля дороже. Ахтубинцы стали больше платить за проезд в городском транспорте. Кто автобусами пользуется редко, не особо расстроился подорожанием. Но если транспорт – ежедневная необходимость, семейный бюджет явно проседает. Я пользуюсь редко. Предпочитаю ходить, если возможно, здесь пешком ходить. Ну а вообще, да, сами знаете, как пенсионеры. Все подорожало, да? И сахар, и масло, и хлеб, и еще и автобус, да. Оно как бы 2 рубля не это, а все в совокупности, знаете, ощутимо, да. Наша пенсия не успевает подниматься, да. У меня ребенок ездит в школу, это да. Когда погода позволяет пешком, а когда зимой, то существенно, если проезд в день. И если там, например, скажем, на секцию волейбола, вполне ощутимо, это вот один ребенок, а если целая семья, это очень дорого. Не стоило бы думать, поэтому было 20 вроде, и нормально было 20. Почему по дням, непонятно. Непонятно для жителей и другое. Почему по одним маршрутам стоимость проезда изменилась, а в их числе первый, третий, десятый, а вот на двенадцатом все осталось неизменным. Тройка и десятка. Ну, на 2 рубля подорожало. Тройка и десятка. Там 22. Я ехала сюда 12-4, там 20. А почему-то в нашем не знаю. Приятнее, да, когда 20? Ну да, по привычке. И двенашка, и четверка, мы всеми, и единицей. Нам все маршруты подходят. Все подходят, а по стоимости? Ну, по стоимости, конечно. Когда за 20, когда 22 рубля. Ну, уже бы сделали бы одинаковую сумму, чтобы не путаться. Потому что 22 отдаешь, а не возвращают. Возьмите, кто передал денежку там. Ну, это же приятно, когда возвращают? Ну, конечно, приятно, да. Ну, конечно, хотелось бы за 20 рублей. Да. Чтобы у нас были и устаканенные цены. Устаканить цены, возможно, и получится. Но вряд ли в сторону уменьшения стоимости проезда. На нижней планке пока держат цены предприниматель «Отавов». Он обслуживает маршруты 12-4 и 12-С. Я считаю так, что по этой цене нужно ездить пока. Нету новых машин, нету нового конкурса. Я поэтому посчитал, что людям будет достаточно по этой цене пока ездить на этом транспорте. Другие перевозчики долго думать не стали. И в новом году резво рванули вперед. Что, впрочем, не возбраняется. Такую возможность предоставляет закон. Есть утвержденное распоряжение главы администрации от 2016 года, номер 460, в котором прописан порядок ежегодной индексации тарифов на перевозки пассажиров муниципальным транспортом. В связи с этим мы в декабре месяце провели перерасчет и получили сумму 22 рубля. Все на законных основаниях. Есть документы, все выложены на сайты, согласно которым это все было сделано. Есть распоряжение также об утверждении тарифа на 2021 год, в котором полностью показано, как это рассчитывается, какие формулы, какие применяются коэффициенты. Что касается аукциона на пассажирские перевозки, что сейчас происходит? По аукциону сейчас ведется работа, там есть какие-то нюансы, поэтому в ближайшее время, я думаю, что все произойдет. Мы выложим, естественно, опять-таки все это на сайт. Абсолютно все желающие, кто может и желает участвовать, могут подавать заявки. Там в конкурсной документации все прописано, какие документы нужно приложить, что должно у человека быть лицензией, соответственно, то есть все разрешения на право перевозок, осуществление перевозок. Нет такого, что не допускает кого-то или запрещает, это мы не можем сделать, поэтому любой желающий. Что касается стоимости проезда на межпоселенческих маршрутах, то здесь в новом году изменений не произошло. И, по словам перевозчика, в ближайшее время не планируется. Дешевле всего доехать до Покровки. Стоимость проезда – 40 рублей. Самый высокий тариф – до села Сокрутовки. Поездка обойдется в 170 рублей. В целях повышения качества обслуживания пассажиров предприниматель «Отавов» обещает в ближайшее время установить в автобусах онлайн-кассы. Они удобны при расчете, особенно для водителей, которые работают без кассиров и зачастую прямо на ходу взимают плату, выдают сдачу. О размещении на остановках расписания движения транспорта позаботится мэрия Ахтубинска. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Сергей Николаев, Ахтубинск ТВ.